я приехал учиться в японию потому что в этой стране очень развита эти индустрия смотря на то какие игры и продукты создают японцы у меня появилось желание и мотивация создавать подобного рода вещи а также желание учиться в японии причина по которой я поступил в это учебное заведение заключается в том что я сходил на день открытых дверей мне подробно объяснили чем именно мы будем заниматься что дало мне чувство уверенности вступив сюда я занимался именно тем чем и планировал в результате я могу сказать что я точно не ошибся с выбором черного заведения проучившись на этом факультете уже полтора года я с уверенностью могу сказать что одной из самых интересных для меня дисциплин является программирование потому что тебе позволено делать буквально все что ты захочешь что тебе придет в голову каждый раз когда я занимаюсь программированием это чувствуется так как будто я рисую маленькую картину но есть и сложные дисциплины для меня это стал дизайн по причине того что с дизайном я был очень плохо знаком сколько бы времени я не прикладывал и сил в результат был не очень впечатляющий но при правильном подходе и должном упорстве у меня получилось изучить его основы когда я только приехал учиться в японию для меня оказалось очень сложным говорить с японцами и понимать что они мне говорят попробовав поговорить с рабочим на станции вообще ничего не понял для того чтобы решить эту проблему я устроился на подработку и примерно через год-полтора если сравнивать с тем как я говорил насколько я понимал японцы в начале своего приезда то сравнить будет сложно заключение я хочу сказать когда ты стремишься к мечте нет ничего невозможного для тех кто стремится учиться в японии я хочу сказать что даже если появляются задачи которые не понятно или кажется невыполнимыми вовсе главное не сдаваться самого начала даже если не получается то ничего страшного приложив достаточно усилий и времени почувствовав свой собственный прогресс у вас все получится